Доклад, как название моей книжки, я дал кому-то с вас эту книжку «Свободу сделай сам». Так, продолжайте. Это мой плакат с 1090-80 года, он теперь в музее «Чекпоинт Чарли» Берлинской стены и в центре Европейской санитарности в Гданске. Это самая краткая история, обкручена, как надо сказать, скорочена история, это моё ВКПБ. Так, наше, это Варшавское восстание, которое было против германцам, против фашистам, но против Красной Армии, которая, чтобы показать, доказать, что полаки хотят иметь независимость. Так, это было между двумя врагами и германцами. Вся Варшава была в руине. Почему? Потому что Красная Армия и тоже часть польской Красной Армии, первая армия польской армии, не могла войти, чтобы на помощь застанцев. После 63 дней, в которой погибло четверть миллиона жителей Варшавы и много солдатов подпольной армии, восстание сдалось. Так, потом в 56-й, в 68-й, после Прагской весны, потом восстание на заведениях в Данске, в Штетине, во время 1090-70. В 76-й, когда коммунисты совершили, они остановили, они добавили до польской конституции слова о вечной дружбе с Советским Союзом. И это было достаточно для поляков. Так началась организоваться оппозиция в 75-м, против этого добавки до конституции. И потом, в 76-й, это была подвышка цен, окончилась протестом рабочих в Радомию. И так это началось, начался комитет обороны рабочих. И так, в первый раз интеллигенты и рабочие соединились. Потому что, например, в 68-м рабочие не пошли за студентами. В 70-м рабочие пошли без студентов. Так в 76-м интеллигенция начала кооперацию, близкую с рабочими. Одни защищали других, работали. И так в 80-е пришел, народилась солидарность. Многие думают, что это был правсоюз. Это был союз граждан, которые не имели своего государства. Это не могла быть политическая партия, но это была, мы говорим, самоограниченная, самоограниченная. Это была революция, которая сама себе поставила границы. Мы знали, что Варшавский союз существовал, Советский союз существовал. И так это началось. Так в моей жизни круглый стол, круглый стол, круглый стол, все это было 21 лет. Так я вам хочу сказать, что это не идет так просто. Стоит человек и что-то говорит. Это долгая-долгая-долгая борьба, в которой мы собирали разные doświadчения. Так когда мы входили в Европейский союз, я делал доклад во Франкфурте, я им показал, как это началось. В 79-й, это был 78-й, это был выбран римским папом, Ян Карол Войтыла, наш кардинал. Потом он приехал в Польшу в первый раз в 79-м, и у нас случилось то, что у вас случилось на Евромайдане, может быть, на апельсинковой революции, еще нет. Мы говорим, мы, как надо сказать, оранжевую революцию. Помаранчевую революцию. Апельсинок. И, извиняюсь. Там коля ради. Апельсинок. Над этим первым приездом римского папы. Но это была такая толпа людей. В Кракове, в парке было 2 миллиона людей. 2 миллиона людей. Так они были, как дробинки песка между нами. И люди увидели, что они вместе. Так вся Европа увидела Евромайдан. Увидела, что вы готовы кровью платить за свободу. И это нужно. От времени до времени это нужно. Есть такое английское выражение no free lunch. Никто не дает обеда без денег. На шару. И так никто не дает свободы на шару. Невозможно. Так, 90... Этот год трансформации, это пришло после 20 лет. 20 лет. Так вы можете считать с первого Майдана, с Евромайдана. Но вы должны знать, что это не идет так. Круглый стол. Это не было так. Это был компромисс. После тяжелого конфликта. Тяжелой конфронтации. И это не был договор престола. Но договор. Это была борьба. Это были тюрьмы. Это было подполье и активность наших подпольев. У вас был Сбышек Гуяк. Он был нашим региональным лидером. Я вам скажу, когда они мне бросили в тюрьму второй раз. Они не знали, кто я, что я менеджер большого подпольного издательства. Но когда я вышел в Амнестия, я встретился с Гуяком в подполье. И он сказал мне, они печатали. Они знали, что ты ведешь. И они должны, они боялись. Я ему сказал, если они боялись, чтобы дойти до свободы, надо, чтобы боялись. Если им надо дисциплина, я им даю дисциплину. Я вам вчера говорил, я не верю никогда в демокрацию в подполье. Я им сказал, демокрация будет в тюрьме, когда мы встретимся. Но теперь я, у меня конституционная монархия. Теперь я, управление в моих руках, потом будет мой друг, если я буду сидеть в тюрьме. А потом будет демокрация. Демокрация для демократов, а для застранцев говно. Я уже говорил вчера. Дальше. Так это проявилось в этот осень, осень Людов, как мы называем Людов, нации, как мы называем Людов, нации, как мы называем, осень народов. Это осень народов, что мы начали потом Будапест, Берлин, Праха, Букарест. В Чехии сказали, Польская 10 лет, Венгрия 10 месяцев, Восточная Германия 10 недель, Чехии 10 дней. Так это не была передышка, это не было отепление, это был настоящий революционный процесс. Но революции мы знаем два жанра рода, я хочу сказать. Два пути развития. Два пути развития. Большевицкая, тоталитарная. Когда демократическая февральская революция была обращена милитарно Лениным. И настоящая революция, как американская, французская, польская, восточноевропейская, когда работа идет прежде, а потом результат. Потом кудета. Потом это обмена. Так, этот результат, когда солидарность была регистрирована второй раз, это был результат борьбы между военным... Арканским станом военным... Положением. Военным положением. Генерала Ярузельского в декабре, в декабре, в декабре, 12 декабря 1981 года. Это было длиннее, чем вторая виновая война. Между 1981 в конце и осенью 1989. Дальше. Так, круглый стол. Это был такой спектакль. Но это был результат. Это не было на чем. Если мы споримся теперь об результатах этого... Потому что некоторые, которые договаривались, не поняли, кто на них работал, и почему, и кто, и что при этом столе должен осуществлять. И те, что забыли, они в самой истине... Источник конфликта, политического конфликта, который тянется. Все мы помним это. И вы тоже теперь должны думать. Мой доклад, это просто, чтобы начать настоящую дискуссию между мной и старым политическим зверьем. Мне никто не платит за мое занятие политикой. Только четыре года я был депутатом. Так я делаю то, когда думаю, что должен сделать. Я приехал к вам, я должен... Я думаю, что мы должны поговорить о будущем. В смысле о прошлом. Так, о прошлом мы знаем Риббентроп-Молотов, когда они поделили Польшу между германцев и Совет Юнион, и Совдепье, и Яльта, когда они дальше продолжали. Я думаю, что наша часть борьбы по стране Антанты не дала нам ничего. Это не была наша победа. Это была победа Сталина, Америки, французов, которые сдались в Виши и других наций. Так, пойдем дальше. Это мой плакат, я сделал в 70-х годах. Это называется такой синдром мы-они. Мы-они. Как видите, они и мы. Я думал, что это был мой доклад до японской школы, как можно играть в графике только с буквами. Мы-они. Как этот черный мир, который они строят. А мы всегда, всегда хотим найти какую-то дюру, чтобы уйти, чтобы доказать, что мы тоже хотим жить. Но этот плакат, его уже нет, потому что в 91-м году кто-то взял все мои плакаты и проекты, чтобы сделать экспозицию. И службы беспечности взяли и изгорели. У меня только слайд, диапозитивы. Так я родился. Это мой интеллектуально-политический отец. Это человек, которого мы звали князем. Он Ежи Гедройч, он такой польско-литовской знаменитой фамилии. Это его брат, Зофия Херц, Херлин Гродзинский, наш знаменитый писатель. Это польская эмиграция в Париже. Я там под псевдонимом Мачи и Полески. Я был знаком много людей, знал меня как Полесков. Они знали, что это я. Да. Это была моя первая политическая статья. Как есть титул? Название. Название «Свобода в лагере». Я работал в Польше на стройке. Я почитал такие воспоминания человека, который сидел в Аушвиц, в Бирканале. Он был одним из первых заключенных. У него был номер 250. Он был одним из первых. И он прожил. Он был старым заключенным. Я увидел стройку. Социалистическую стройку, на которой я работал как молодой инженер. Простой инженер. Я увидел, что это идет как в лагере старых стражников, как надо сказать. Старых охранников. Старых охранников и старых заключенных. Даблгейм. Двойная жизнь. Что-то говорим, что-то делаем. Все всех обманывают. Я увидел, и я сказал себе, я описал наш мир, польский под коммуной, как двойную жизнь. Я сказал, когда общество, народ, их жизнь, подпольная жизнь, это вторая жизнь, будет сильнее, чем первая. Когда они подпольную прессу, подпольные журналы, книжки, будут знать лучше, чем трибуна люду, значит органы компартии. Так мы победим, так мы в лагере увидим свободу. Так много людей не знало, как Полескова, и у меня была эта приятность, что я мог дискутировать с людьми, которые не знали, что я автор. Так, бывало, что я защитал Полескова, бывало, что я говорил им, что это глупый человек, а они начинали оборону. Это очень приятно, чтобы смочь, быть бывшим анонимом, мочь войти в дебату вот так просто. Потому что люди не говорят, нет, но это чистая интеллектуальная игра. Мы знаем, что они думают. Например, когда я встретился во второй раз в тюрьме и пребывал один месяц за данным михником, он не знал, кто я. Я его взял на прогулку, и я ему сказал, ну, ты должен сказать, никому не скажешь, что я тебе скажу. Я ему сказал, это ты, зачем мне сказал, я ему сказал, я был прав или нет. Если ты не был согласен со мной, это очевидно. Это я и никто, никто другой. Мы говорим, это политический разговор. Это, знаете, это серый мир коммунизма. А это оружие нашего великого поэта, Збигнев Херберт он назывался. Он всегда писал таким простым французским, желтым пиком, простым таким. Это было его оружие. Это его чудесные, чудесные, чудесные стихотворения. Потфор, монстр, как надо сказать? Потфор. Что? Потфора, монстр, да. Потфора, мистер Когито. Мистер Когито, Когито, эрго скум. Мистер Когито, это его альтер-эго. И это такое стихотворение, в котором он говорит, что мистер Когито хочет бороться с монстром. Он выходит, но монстра он не виден. Мы знаем, что он везде, но его нет. Он его вызывает на борьбу. Он не прибывает. Он как туман над городом. Он все, что серое, ужасное, это этот монстр. Но нельзя его хватить. Он не может, как святой ежи, взять его и бороться с ним. Давайте. Давайте его. Я был святком этой снимки. Это символичная снимка 13 декабря 1981 года, когда танки вышли на улицу. Мои други были арестованы. Это кино Москва, его уже нет. И плакат американской картины «Час апокалипсис». Это как это происходило, были тоже жертвы во время маршалов, как назвать? Станова военного положения. Люди защищали эти три креста в Гданске, которые мы поставили во время, мы называем, карнавала. Значит, 16 месяцев официальной, легальной солидарности. Дальше. Это мой бестселлер. Я сделал эту книжку с двумя друзьями. Она была очень популярная. Мы издали больше, чем 100 тысяч экземпляров. Это первое предложение написал, что если ты почитаешь первую часть, ты будешь знать, зачем не надо говорить о второй. Если ты прочтешь второй, ты будешь знать, зачем ты борошься. Но если ты прочитаешь третью, ты будешь знать, что лучше сказать, что ты никогда не видел этой книжки. Это было расписание, как сделать, как организировать подпольные предприятия. Что подпольные, у нас был такой спор в подполье. Нам нужно подпольное государство или подпольное общество. И в этом споре мы с Буяким были по стороне подпольное общество. Зачем? Потому что не было у нас свободной страны. Мы не можем сказать, что польская народная республика это была нормальная, независимая страна. Так сказать с самого начала, что мы в подполье справим подпольное государство, это был бы миф. Но надо сказать тоже, что я защищал такой метод, что мы должны осуществовать это подпольное общество из подпольных предприятий. Так я остановлюсь другими подпольными предприятиями. И эта маленькая книжка состоялась из трех частей. Первая была написана, как делать конспирацию, я ее написал. Другое, как надо, как надо, как надо, как надо, как сказать, what kind of relations we have to have with political police? Какие у нас должны были отношения с политикой? Нет, с полицией. К полиции. К полиции. Что нам, зачем молчать, что, чего не говорить. Какие параграфы у нас, это наша оборона. Что коммунистический закон тоже может быть. С времени до времени мы можем использовать его против политической полиции, потому что Конституция нам дает некоторое право, и зачем их не использовать. А в третьей была игра в следствию. Это был знаменитый фрагмент, построен нашим бардом, Яном Кристофом Кэрлосом. Когда он написал, как следователь, следователь спрашивает этого читальника, и его атакует с этой книжкой. Что эта книжка, это CIA, он агентом CIA, зачем, как он получил эту книжку. И в этом, в этой игре вследство, это было как инструкция, как надо, это был такой сабуар-вив, как надо бороться, молчая. Молча, молча. Молча, молча. Молча, молча. Давайте. Давайте, давайте. Дальше. Это, когда я был третий раз в тюрьме, и остался чемпионом голодовки, 11 месяцев, мне памповали, чтобы не умер. Но я дошел, мой результат был хороший, 54 килограмма, в моем возрасте, я кто был? Аушвиц модель. Так я уже был стариком в моей жизни. Я уже, во время, когда мне было 35 лет, 37 лет, я уже был стариком. Я понимаю, что это значит сделать пять шагов, и человек должен садиться. Так, в это время кто-то в Канаде перевел это очень хорошо на английский, потом появились другие, другие переводы. Это был корреспондент Нью-Йорк Таймса, и он в этой книге «Польша народ в конспирации». Он написал тоже «Встречу со мной» как еще анонимный автор, потому что это было незнакомо, кто написал. Мы три автора никогда не сказали, что это мы. Но откуда победа, Сукцесс этой книжки? Я вам это это положу на стол. Я часто, Саша знает, я часто говорю шутками с моими друзьями, чтобы описать какую-то ситуацию. Например, ты можешь делать круг, конспирационный круг с друзьями с твоего детства. Но ты должен подумать, что произошло, когда ты с ним бавился песком, и делал песковые башни, и сегодняшним днем. Ты должен подумать. Идеальная конспирация не существует. Идеальная конспирация в моей дефиниции это было в темной комнате. Четыре люди сидят и не делают ничего, чтобы их не схватили. Так все эти сравнения, сравнования, все эти анекдоты, когда они стали популярными в моей дистрибуции подполной литературы, они вратились ко мне как анонимные шутки. Я их там всадил. Так когда мы выпечатали эту книжку, все говорили, это язык, которым мы говорим. Так это была самая моя великая языковая победа, что я послал некоторые метафоры и сравнения, когда они вернулись ко мне, я их использовал, они стали натуральными. Так люди очень любили эту книжку, потому что поняли, в чем дело. Что это, например, в конце этой игры в средство Кэнуса этот следователь спрашивал, так в конце концов, скажите мне, откуда получили эту книжку, эту книжку, какая инструкция американской контрразведки или нет. Так все, которые, например, вы молодая женщина, подумайте, что случится, если вы так в тюрьме, посидите пять лет, кто-то хочет идти за вас, посмотрите на свой рот, увидите вы себя за десять лет. Так все эти аргументы, использованные следителем, были вложены в эту книжку. Так люди, когда потом следователи говорили это, люди говорили, все это я знаю. Мой коллега, Петер, который печал, работал на машине, на подпольной печати, так боялся, что его схватают, что один раз он напился, чтобы его схватить на сорок восемь часов, так, чтобы понюхать, как это воняет. Я сказал, твоя книжка хорошая, могу печать дальше. Все идет, как в книжке. Давайте. Это некоторые наши издательства. У нас был тоже такой журнал обуз лагерь и мы сделали один раз экспорт на трех языках, на ческом, на венгерском и на ческом, венгерском и на русском или на украинском, это называется ZON. Это было лого CDN значит to be continued. Так мы сделали это буквами солидарности с полским флагом CDN это было издательство CDN. Я дал Галине вашей жене эту книжку. Это книжка такого историка Матеуш Фалковский. Он написал монографию о нашей подпольном издательстве. Можно сказать, что название патриотический бизнес. Почему? Потому что когда я организировал издательство, я говорил всегда так. Ризико тюрьмы побития идет в патриотизм. Но работа есть работа. Будем платить деньги. Много говорил не я не хочу знаешь я это делаю для Польши. Я ему отвечал там есть такое воспоминание когда один из лучших моих печателей говорит а он мне сказал славик ёб твою мать когда ты не будешь берить денег ты будешь работать когда хочешь а я хочу чтобы ты работал когда это нужно бизнес из бизнес я ему говорил и много людей я не хочу чтобы ты делал например это была печень подпольная печень книжки были дорогие так много раз кто-то приходил к печателям его коллега и сказал ты мне может такую хаутуру сделать так я им говорил ты не курва ты не работай ты не работай как проститюша так и надо сказать не работай у тебя одна работа одна структура это фирма и ты должен делать я тебе храню я никогда не тогда через 5 лет не потерял никакой машины потому что я всегда их защищал я делал разные шлозы разные разные не знал ваши книжки но делал разные как надо сказать обороны чтобы люди занимающиеся техникой были жили в релативном и релативной безопасности но бизнес бизнес это карта варшавы например где шла продукция и корпоратаж дистрибуция дальше это знакомая снимка это Яцек Курань и его подруги потому что Кэлус попал в тюрьму ему мы сделали контрабанду такой маленького аппарата и он сделал фоторепортаж в тюрьме и он это дал жене я тоже был очень талантливым контрабандчиком я например сделал контрабанду все таки через через 17 месяцев я написал 70 сторон моих статей которые я сделал контрабанду они знали что сделать со мной я всегда говорю зачем этот обзор зачем у меня антенна в жопе я просто так в свободную европу дают зачем контроль но я знаете я настоящий талант я должен сказать что есть такая картина французская Роберт Брессон убежание человека который сказан на смерть который приговорен к смерти это великая картина великая картина называется называя люди называют что это картина об человеке который делает в деревне ложкой что-то потому что он делал он хотел разобрать дверь ложкой ложкой я учился много с этого фильма и я знаю как делать контрабанду я разбирался весь но делал контрабанду пяти сигаретов например это значит могу работать вором могу серьезным вором но так он тоже работал серьезным вором но я стал 50 летним человеком работал как архитектор у вас началось и вокруг началось движение и я подумал что надо сделать второй подход к маленькому конспиратору написать книжку свобода сделай сам freedom do it yourself что я сделал я поехал на Кубу чтобы это говно понюхать у вас уже не было такое говно я хотел у себя из жердла у источника источник 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 я хотел увидеть источник источник более свежий да чтобы на свежий понюхать я там поехал как архитектор не говорил что будет буду может быть организировать какую экспозицию увидимся с музеем архитектуры директором но хотел увидеть как это потом возвратился когда уже написал эту книжку и сказал что я только листом что я только почтовый что это три разные статьи я хочу знать что их оппозиция думает об этом так повторил процесс который сдал с польского подполья не хотел издать эту книжку тоже увиделся с людьми с российской украинской оппозиции так чтобы они консультировали то что я писал так я подумал что я слишком старенький и лучше говорить с людьми но так это куба куба дальше давайте это ужас это куба который самый богатый американский кассино там много прекрасных зданий прекрасных зданий но это срамс дальше видите пионы дальше они все-таки используются автомашинами с 50-х годов но так люди это это публичный транспорт это ремесник видите все это дальше прекрасное для архитекторов никто не заботится за ничем дальше это это плаш это плаш это часть города часть хабаны в которой домики с 30-х годов они в тотальной руине и эти фрагменты это видите люди купаются релакс кубанский релакс это как входите в дворик каждый имеет свою так вы еще не на этой уровне так я знал где ехать дальше а в каком это году было 2004 и 2005 перед этой переменой когда Фидер сказал брату что теперь ты и будем делать перестройку и по всем очевидно эти знаете это пропаганда революции дальше итак я написал эту книжку я дал кому-то с вас эту книжку что интересно это долгая польская традиция это вауэса мне написал почему это испанская версия его его точка зрения впечатана в грань потому что это долгая традиция когда в 60-70-х годах в автобусе или в трамвае или на железной люди читали нелегальные издательства всегда они были обложены не прекрасным цветным журналом но режимовым журналом так когда я стоял и читал парийскую культуру где-то в публичном месте и видел другого который читал его трибуна люду значит журнал компартии я уже знал кто читает и что и так я тоже сфер так это испанская версия этой книжки давайте дальше это английская это коммунистическая американская газета daily worker это формат знаете всегда good design можешь вложить в карман кишинковая это царевая литература видишь и это игра назад обратитесь назад дальше 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 это издательство это было европейское центром солидарности в Гданске мой коллега Андрей Будек я как бы они сделали дизайн дальше перед во время потом то три части в которых я описал эту структуру вы можете это по-русски тоже существует но по-украински еще нет после моего второго путешествия в Кубу я я осуществовал ручный словар свободы потому что я говоря с ними говоря с украинцами с русскими я дошел до такой точки мнения что у нас те же слова значат совсем другое что надо дойти до до дефиниции например иллюстрация везде иллюстрация декоммунизация я сказал какая же разница что значит что кто-то был стукачом это совсем разное чем он был функционар функционара можно перевратить но стукача нет какая же разница между курва это характер проститут это профессия что функционар это профессия это очень старенькая профессия но профессия и характер разное дело если кто-то из вас будет стукачом в вашем круге это характер если кто-то из Москвы послал кого-то к вам который функционар агент московской власти мы не можем его его меч его торгать он он существовал он наш враг он может быть отважный человек потому что он существовал врагину аточению но он делал свою работу он был профессионал и я так в этом словаре я сказал что это деньги что это правительство что это урья как надо делать и в конце мы повторили играя играя следствия эту игру вслед потому что прежде ничего не надо было изменять в этом тексте я накажется дальше все это написано как инструкция как это делать do it yourself сделай сам так это такая типичная литературная шутка сделай сам как много таких справочников 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 дальше before during время и потом кажется у вас это потом так потом administration агента анархия агент все это было как слова дальше 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 что это демократия что это толеранция все это это был тренинг дальше 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 это такое это такое стихотворение Вежинского поэта нашей эмиграции это такой анти деколог анти деколог дальше это во время второе второе второго путешествия участвовал в этом это называется белые дамы это жены тех которые сидели в то время в тюрьме я вам скажу что идет на ум когда разговаривая с другими в другой стране что такое типично для людей которые живут под таком режиме все полаки украинцы венгрии кубанцы всегда начинают ты не можешь понять что у нас это совсем другое дело так я начал с этого потому что всем кажется что это совсем другое дело это то же самое дело как политика будем говорить потом о политике не о моих книжках моей жизни политика как наша жизнь кажется жена мужа или муж жену обманывают кажется не делать так как надо кажется структура фамилии не идет так как надо люди говорят политика это грунт нажатч грязные 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 как жизнь наша наша не так чистая не так хорошая так дело в том я хотел сделать этот доклад дальше это все потому что я бы хотел поговорить откровенно поспориться что значит политические идея политические проект как он родился как можно с ним как ему его можно обработать потому что всю мою жизнь я хотел что сделать для моей страны для любви для себе я видел что дело в том что менталитет каждого народа разный но проблем похожи люди хотят иметь что-то хотят быть счастливыми не хотят платить за это хотят иметь то что называется шара чтобы им дать всегда когда имеют власть начинают думать что для них что в карман это натурально лорд эктон сказал каждая власть деморализация великая власть великая деморализация в польше называется демокрация видим что платформа ватерска будет будет в оппозиции что она делала 8 лет сказала что если оппозиция дойдет до власти это будет конец демократии я написал книжку есть альтернатива потому что самое плохое в коммунизме они не допускали альтернатива альтернатив не всегда лучший но это выбор демократия говорил Черчилль это самая плохая система но нет лучшего а мой интеллектуальный учитель Раймон Аром он говорил с эстетичной точки зрения освещенный абсолутизм лучше чем демократия просвещенный но всегда проблема с этим освещением все проблемы с мандаром мы знаем хамов нет никто не говорит я засранец он говорит всегда я демократ в том деле так я бы хотел поговорить с вами но чтобы сделать чтобы сделать с самого начала я вам скажу у меня одна думка и потому Наталья мне przekонала убедила чтобы я приехал я думаю что мы должны в этом насилии Москвы должны подумать все таки воспоминая кровавые конфликты между нами между параками украинцами все таки не забывая ничего плохого подумать над позитивной альтернативой и разными сценариями знаете их дипломаты откровенно говорят польским дипломатам у меня много друзей вам вас посох берите западную Украину говорит московский дипломат польским дипломатам берите мы не хотим взять мы хотим соединиться думать о будущем потому что я думаю что одна идея у нас о которой мы должны думать внутреннее и внешнее внутреннее у вас и у нас эмиграция самых лучших людей и дальше миллионы вы не говорили об этом это ваша секретная тайна но зачем город как ваш тут он не мог разбиться потому что все активные люди уезжают в Польшу в Германию в Америку в Канаду в Польше уехало 2,5 миллиона это наверное и они возвращаются они делают ребята в Англии в Ирландии это внутренная тайна а внешняя тайна что мы должны дойти до того чтобы начал существовать в наших умах в наших сердцах такие проекты это emergency escape пожарный выход я думаю что это пожарный выход для центральной и восточной Европы чтобы сделать вместе с Украиной Польшей Арменией Прибалтикой такой кусочек больше чем 100 миллионов людей в котором люди могут заботиться за собой Европейский союз Германия у них другие другие дела они богатые народы они защищают только их богатство они теперь то что было перед первой после первой мировой войны называется концерт моцарств концерт государств что они никогда каждый играл для себе теперь это начинается может быть поле руководство говорит мне сказки что солидарность с Европейской Юнией я вижу как это происходит все это путешествие людей музуман все это это переселение это шутки что такая солидарность есть так я думаю что мы должны увидеть этот образ будущего который мы будем безопасны потому что мы будем таким кусочком для Москвы что они не могут нас есть без ужаса для себя для себя это значит что мы должны не значит что мы по политически должны сделать федерацию конфедерацию прежде всего мы знаем кто как существует мы знаем что чехи пенгри слова играют с Путиным играют на на взор который нам по ракам общий для вас тоже это ужас и все это надо увидеть смотреть в глаза этому ужасу смотреть в глаза зная что было не уни или бандера совсем другое дело я понимаю что это было начало вашей независимости но какое начало с какой цены мы не можем не можем забыть что цена была великая для нас для вас тоже и ты с Гитлером я понимаю почему но всегда цена всегда цена так я думаю что мы должны поспориться какая политическая идея на среднюю перспективу нет длинную длинная не интересует нас мы будем мертвы все но средняя близкая какая перспектива что делать как начать чтобы убедить я говорил саше сегодня что ваш проблем это один метр север как надо сказать это он север знаете один метр дело в том что один метр это 100 сантиметров не 92 не 101 не 102 не 99 стоп швейц прецедион мы должны политических проектах или в проектах коммунальных как сюда всегда сделать первый метр первый туалет который не воняет первый пол площади который ровный первый фасад который вертикальный что вы смотрели сделать и продолжаем друзья и мы должны тоже в политических проектах быть может может быть для вас для многих вас это невозможно но знаете это science fiction но я прожил конкретную жизнь не случилось что все говорили не может случиться так я думаю что надо как говорил джозеф конрад английский писатель с польскими корнями надо прыгать на глубокую воду глубокая вода нас выпрёт выпрёт вода может утопить человека так надо прыгнуть в эту воду и надо ответить себе самому что делать что делать за один два три года что делать сегодня чтобы за два года мы не боролись между нами мы не говорили сами себе зачем не делали зачем не вспомогали но как это сделать это проблем силы силы как осуществлять силу народа государства единства народу это великая задача как сказал вам как чекист чекист мы всегда увидели в оппозиции мы делали шутки с большевистами шутками я тебе говорю как чекист чекист это все